доброе утро спаси христос за молитву благословенного дня вопросы если будут задавать игнать их на связи готовимся к отъезду все заколачиваем в огороде везде порядок навели уже казахов есть поговорка говорит хочешь узнать какой ты бедный начни переезжать все никого нет прощаемся тут задали вопрос такой но в принципе я ответ то знаю нос у вас почему бог опять вопрос так богу получается они к нам сам бог сопровождает клятвы великие обетования своим избранникам почему потом в новом завете клятвы упражнение упраздняются упраздняется что именно ветхозаветные нет говорит а бог сопровождает клятвы великие обетования свои ветхом завете да почему они в новом завете ну потом клятвы упраздняются потому что там с ребенком говорили клятвы удерживали если клятву дал мне там такое наказание было выше мне родился а у нас да да нет нет а что сверх того то от лукавого мы теперь совершенные возрасте сошел дух святой приобщил нас вечной благодати и поэтому клятва никакая нам уже не нужна бог если клянется то ради нас что неизменный в слове своем а у нас да да нет нет а что сверх того то от лукавого почему против клятвы в новом завете так боролись святые отцы как иоанн затоуст он говорит на порог церковно не пущу того кто клянется обещал истребить клятвы в десятидневный срок не знаю удалось нет ему у нас и нету эту мусульману не сплошь и рядом клянуться зато усть говорит если ты неверный то и клятва не поможет а если ты всегда говоришь правду да значит не отрекусь если сказал нет не уговаривайте бесполезно потому что я вижу там смерть не поверят с особенно это когда следователь допрашивает сказал я перед сажать уже не надо записывай нет я сказал разговаривать на эту тему не буду 51 статья конституции дает мне право не говорить против себя и против моих родных а у меня родные самые близкие это верующего христа вы и поэтому я вижу что грозит какая-то опасность если я скажу правду господь не отмечал написано так что пилот весьма дивился вот так два варианта или говорить правду или молчать творить молитву на тихо еще вопрос давай виталий вот некий андрей дудич пишет на 2 на 28 главу второзакония озвученную он пишет такой комментарий проклятие в новом завете не работает и дает ссылку галатом 3 13 14 христос искупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятвую ибо написано проклят всяк висящий на древе дабы благословение авраама через их из креста иисуса распространилась на язычников чтобы нам получить обещанного духа веры то есть еще раз проклятие в том завете какая клятва не это сказать проклятие божье или что-то не действует действует там речь-то идет о жертве христовой которая все устранила и там которые угрозы были за что-то господь взял это на себя там не возвратно было сделал отвечай а а мы помолились и ничего нет а почему потому что наказание никуда не ушло это проклятие легло на него на висящем на древе тут все понятно они о том что проклятие божье вообще перестали действовать посчитать сколько этих проклятий вот 48 10 и риме проклят то дело господне делает небрежно вот украина это она все заразу занесла крещение ладошка мокрой и все что со службой они сделали подряд всех ищи причащайся чаще а рядом проклятие кто это будет пытаться снять в новом завете не действует а рядом второе проклят то меч господне удержит от крови это что перестала действовать никак мы должны только молиться это будет воля твоя а не так что господи не наказывай этого нечестивого а то некоторые еще говорят лучше я возьму на себя ты за свои грехи не рассчитаешься никогда возмездие за грех смерть я одно извещение пустил по эпиру теперь его уже обсасывают бог никогда никому ничего не прощал и простить не может за так и как 8 23 именно возмездие за грех смерть какое там нарушение я вот это сделала по-нашему у меня сад растут разные деревья и кто-то сорвал один плот да разговаривать не надо я бы ему еще мешок наложил а уже умерла за это больше ста миллиардов людей у бога другое измерение другая цена искупительной жертвы хотя бы было тысячи галактик господь жертву искупил все все грехи мира взял на себя евангелие тянут 1 29 вот так этому священнику скажи клятва которая в верхом завете было там проклятие это речь идет о законе кровь животных не могла давать прощение она только намекала что придет спаситель она как раз сегодня то и действует в полноте если уже сын пришел и не приняли его то это клятва его на веки вечно если там на месте было что-то отдать надо заплатить здесь мука вечная в новом завете намного страшнее да вот кстати гнать тихонич наказание в новом завете страшнее чем в ветхом конечно там только его могли отпороть 40 ударов без одного а здесь мука вечная и люди которые там в новом завете не наказывают как не наказывают за каждый грех господь висит на древе люди понять не могут это как мы за каждый грех должны плакать слезами благодарности о Иисусе сладчайший ты взял на себя мой грех мою вину понес на себе гранами его мы исцелились гнать тихонич вот вы вы испытали благословение божие во весь рост именно от того что в десятину платили но у вас опыт огромные с людьми общались там и в тюрьмах и все а вот проклятие вот это вот то что вот наоборот не платишь десятину вы можете как-то ну в примеры привести на что оно вот действительно исполнилось речь идет о верующих я получил все таланты в момент когда покаялся вот шестидесятилетие 27 сентября было но дара слез у меня не было я работаю на корабле там хеликов не берут стопроцентное здоровье зрение слух сердце все у меня есть деньги есть а мира нету душе я умру и где я буду и вот в этот самый момент я прошу у бога слез я рассказывал кто не знает пусть выслушает меня пригласили на какой-то вечер верующие пятидесятники с баптистами тогда соединенные были и говорят между собой то вот библию с трудом достали они с трудом какой-то моряк тайно за поездом принес который за рубежом был и они приготовились подарить какому-то брату ну я слушаю то слушаю а какое мне дело то у меня нет библии то я и даже не думал иметь потому что новый завет уже дали я ног под собой не чувствовал проповедовал везде и на корабле и в это время один из них говорит давайте вот этому молодому братику братику подарим библию я понял что обо мне говорят я замер гляжу по рядам мне эту подают библию я взял ее молча согнулся вышел в коридор где одежда висит ткнулся в одежды и заплакал сколько там у них было это собрание часа два часа не мог остановить слезы я плакал и плакал бог дал мне такой дар что у меня обезвоживание организма слез как у светлых под ногами пыль превращалась в грязь мне бог дал библию и вот ровно 60 лет я ее из рук не выпускаю вот я могу сказать это все жило сегодня бывает какой-то человек уходит а мне сообщают вот такой-то человек потерял веру я все бросаю не увольняюсь сразу сажусь на пояс и еду к брату было так пробрался воинскую часть сейчас не знаю как переоделся или как не знаю но я с бородой видно что пока он на ноги не встал я не ушел оттуда там был жил и ел и опять на раз через забор ушел уехал домой из москвы а работал в иските именно в сибирской области у меня не раз это было самое большое потрясение когда душа уходит от бога у меня слезы и щеки делаются как чугунные потемнение я не пью не ем ничего вот бог дал это как-то был Кирилл Сахаров игумен ну и воспоминания он пишет он честно пишет ну где вы видели еще человека и говорит чтобы он на коленях стоял в церковной ограде я еще сами плакал священников которые проповедуют я ничего не могу так они сами приходят и утешать начинают это бог дает это божий дар а раз он божий он по божьему и действует не от обиды что-то а что я удаляюсь от господа я вовремя не подхватил на руки этого человека который пал Кирилл даже заметил то когда меня на операцию привезли делать операция труднейшая была я встал на колени сказал лягу на стол пока помолюсь сначала я встал на колени поднял руки а канон говорит евреи не должны делать операцию нам канон а он у меня доктор медицинских наук профессор тогда он был кандидат Шофет Якоб Нахманович блестящую операцию сделал никогда боли больше не было которая ассистент я сейчас не знаю она Марфа как это была звать или как он говорит она мне он мне рассказывает она говорит ну сколько можно ждать он говорит тихо а руки то уже в перчатках обработаны он стоит как будто молится со мной я попросил сделайте мне операцию без обезболивающих я хочу испытать муки Христовы и Кирилл Сахаров это написал говорит ну найдете вот такого человека а он мне говорит нельзя от вас это не зависит потому что мышцы начнут сокращаться от боли то и я порежу нерву вот видишь скажет ну дурью маются ну маюсь маюсь и сжимаю эту дурь Игнат Тихонович да ну я попросил вот на вашем жизненном пути встречались явственно прям конкретно вот именно от проклятия человек пострадал божественного именно вот приведите пример а то есть персонажи они совсем прям ну как бы долго терпеть испытывает Божие вопрос понял рядом которые были у нас один я не хочу даже язык поганить называйте он ушел ушел и всякие пакости мерзости делает по чужим женам и все баптистам потом отдельно что-то сотворил ну вы знаете о ком говорю вот если человек просит у Бога для дела ну я опыт имею я 23 года мне и сказали прочитал я десяти меня никто не заставлял платить я только слышу которые ходят по храму ну что это у ваптистов то я проповедовал у них но ваптистам дня ни одного не было он говорит как у нас повысился сбор вот этот месяц а я допустим в отпуске был и деньги то я говорю были вот я сразу решил для себя десять это сто рублей заработал десять из ста если тысячу девятьсот мне остальные я наоборот решил сделать девятьсот отдай девятьдесят десять девятьдесятин буду платить заработал сто рублей девяносто отдам и так прожил шестьдесят лет я никто не заставлял я всегда брал по высшей планке вот сейчас только новый год наступает брат мой живет он может в десятки раз богаче меня меня это не касается я уже сейчас коплю деньги и он приезжает после нового года первое воскресенье я отдаю ему теперь только одна потому что пенсия у меня пенсия бомжа мне не давали работать нигде власти только вне ведомства охрана того района где я живу при милиции а я теперь здесь ну пенсия то есть двенадцать тысяч а володи то нету я сразу делю пополам у меня выходит пенсия шесть тысяч это и за дом за территорию за все я должен платить электричество и питаться и все за шесть тысяч и господь позволяет еще накопить и у меня еще должность никто не знает может быть я только старост общины и попечитель попечитель дается за особые заслуги особые заслуги перед церковью ну и что теперь я смотрю кто роженец и кто-то приехал это все моя забота всем надо помочь и организовать сбор денег и роженицы где-то я попечитель чтобы никто не страдал и бог дает пока справляться с этим я говорю я вот молюсь ничего у меня нету но завтра мне деньги нужно выкупить книгу два священника я их прошу давайте помолимся откуда да откуда же я знаю это бог богатый бог богатый бог заложен среди ночи телефон где вы я говорю где в Барнауле а мы хорния сакраменто говорят у вас церковь во имя Климент я говорю это лагерь мой детский я там директором уже 45 лет а нам разницы нет у нас дядя Климент умер и он молитва там лучше идет и что ну вот мы сейчас по Western Union вам переводим деньги вы получите утром священники вот такие глаза это вы молились и не знали кому не знаю я молюсь и сразу бог отвечает у меня ответ живому человеку на живые молитвы живой бог вот у меня голуби в Барнауле ястреб они поднимаются они голуби такие как балерина переворачиваются надо убегать от преступника она пируэты делает он хватает самую лучшую породистую и понес страдания сколько ружье стрелять нельзя я попросил ребят священники были несколько человек из реек сбили крест восьмиконечный полили его водой и возле нас протекают протока губа от реки опь и тополя растут в ряд я говорю залезьте на тополь и привяжите и видели как этот ястреб пролетал мимо и больше за эту грань ни разу не залетел и народ стоял молился смотрели когда его крест освещали то есть вещь мне кажется невообразимая а до этого прям сядет на лестницу которая на чердаке сидит ждет когда вылетит он хватает и полетел на завтрак я конкретно по каждому случаю как Елена Гнатевичу говорила стал и тамам уже написать почему я не спал не спал сон довел до двух с половиной часов вот начни в этом себя проведать не больше двух с половиной часов спать а почему два с половиной ну это моя мерка больше я не потянул я знаю как вот Елизара под который Костник Костник где он там живет Кустана где-то или что-то вот Микель Анжела спал где-то три часа кажется я сон доводил до двух с половиной часов дальше не потянул хотя Арсений Великий говорит для монаха достаточно один час батюшка видел как молится во время молитвы по стенке пополз спиной это облака облакотятся а я то не мог так делать я сорок лет клал пещи по стране и у меня всегда были деньги а пещи сложить у меня месячный оклад был меньше а я две пещи сложу неукротимый в работе был а что это да просто любви а хвали с моим господом это благодать его хвалящийся хвали с господом меня никто не заставлял платить больше и только в городе Иркутске Кукушкин Игорь я встретил одного он девятый кажется или десятым ребенком мать жена беременна это и он мне сказал говорит а я плачу пять десятин что больше одной регулярно и вообще и он присвитер у них и мы только один раз поговорили с ним и он нам за столом прислуживал кормил были там когда остановились приехали за новыми заветами и молился крестился вот мы идем у него как полуподвальное помещение надо подняться как бы на этаж первый такой он как бы второй уже а сколько вам надо я говорю а могли бы дать вот столько то ну посмотрим а у него склады ну сколько там может быть ящика два ну ящик коробки где то только до половины дошли он остановился на меня посмотрел я впервые в жизни вижу живого пророка я говорю какого да на меня да какой же не пророк а порок говорит не прозорливая а прожорливая нет он завел вот так и как будто не сам он вот так провел а там склад до потолка евангелие сколько надо забирайте хоть все люди бы сказали зазомбировал глупости все это бог делает я привез столько евангелий что сейчас вот приехали я им нагрузил столько что у них рессоры прогнулись Игорь Кукушкин Иркутск мне радостно об этом говорить потому что живой бог он везде слышит помогает любит привлекает и подкладывает вкусную пищу новости вот так все никого нет отхожу пошел на работу шифер сегодня надо крышу крыть тут благослови господь ну да словно замерло все до рассвета песня такая я ни к чему не призываю не по-сильному плати одну десятину ну плати одну десятину ну хотя бы одну плати а вы вот так вот на людей накладывайте я не накладываю я просто делюсь благодатью божией Павел говорит не знаю в теле или не в тело и прожить то не один день на работу едем а реконструкция города из Китимбала километров может быть за пять еще за городом едем ну а фазушники работают а у меня с собой два ломтя хлеба а они взяли в сумочку мне там где-то мыша убили и мышь положили между кусочками чтобы я с мясом ел у меня валенки стоят работаем с бетоном сапоги переобуваемся я валенки надеваю чтобы поехать со всеми нас на машине привозили а валенки они набили стекла и туда насолили и кирпичом забили понимаешь какие испытания и все это позади может из этих людей которые пакостили молился может кто-то обратился все с богом а то не уйду от вас на тихонеч подождите а вот смотрите вот ну человек спал в смертный грех при любодействии блуд убийство еще какой-либо у вас какая практика она приходит то есть он должен как кающийся выходить в притвор вот это вот именно так сделал аборт десять лет стоит за дверями я могу только догадываться что сколько она стоит и поэтому я понимаю сделал аборт гляжу десятый год стоит у нас слава богу батюшка такое но если слезы искренние то епископ может одну треть скостить удо называется условно досрочное освобождение но это экономия да вот это еще слово такое и к слову такого не было и нету обман это эконом экономия заэкономились вчера только ко мне тут один заходил ну ролик будет стоять записали он с бородкой немного вот я немного постригаю а почему баптисты не спасенные а там такие герои веры я ему все отвечаю на каждый вопрос он с вопроса записано это отвечаю кратко слово божие слово божие места писания называю а он видимо библию в руках держится не пересчит нигде ладно до следующего раза и гляжу как он смотрит внимательно как это его звать то ли олег или как из америки а почему баптисты не спасутся потому что не церковь деяние апостола 2.47 господь ежедневно прилагал спасаемых церкви он спасаем мы зачем а в одной америке больше двадцати одной тысячи разных наименований вот наша конфессия агрессонович где это слово ты назвал где ты его высчитал ни у святых отцов нигде нет конфессия динаминация это два дьявольских слова которые спрятались от слова ересь ересь а они под это залезли и конфессия есть истина да что одни православные спасутся я говорю православные не одни католики имеют истинное рукоположение григория на армяне копты и сирийцы вот пять пять разветвлений вот там ты можешь спастись а остальное под сомнением так а почему у нас герои веры я вам говорю по писанию а не по героям священники иногда нападают на кого-то вчера тоже выставил какой-то священник там а Андрея Смирнягин на него там два Андрея он Андрей и два Андрея это где мы проезжали хорошо знает их Володя Пащенко да вот такой-то был Ушаков суворов ну и вы их на суде божьем найдите посмотрите с какой стороны а их канонизировали ну канонизировали дедушки в клобучках которые писания не знают если бы библии то в руках держали разве вы не молотили такое я сегодня об этом говорил я ничего не меняю просто говорю заметь сегодня гляжу у нас две банки накопил один полные трехлитровые банки просворы порезанные но берешь просворы она там из нее там взятые частицы почему вот священник если после 12 он выпил и ну даже воды или съел что-то уже литургией служить не может на каком основании первая литургия была в горнице они что поели барашка шашлыка покушали вином запили а после этого начали причащаться почему мы не подождаем я не зову пить и барашка есть но все таки ну маленько приглядитесь взял преломил хлеб преломил нашу булку не переломишь переломил это вот искупление фильм и он там эту лепешку ломает ну как лаваш назови его или бывает раскатанное тесто такое сочевое сочное и все преломил и дал никаких этих вот брать частицы там проспорт двухэтажное и там на ней еще печать должна стоять ну не было этого ничего кто это придумал монахин я не против повторяю я все принимаю ну я имею право сравнить зачем было это все делать такое нагромождение батюшки обязательно рукавники пришли крестить а он рукавники забыл послали посыльно без рукавники нельзя ну что это такое что религия тряпок религия выдумок и не нож у него а как пика воображает что от воинов так ты все разбойник или кто или воин если это тело христово зачем ты говоришь зарезает младенца и каждый раз зарезает что каждый раз на литургию умирает младенец закалываемый кем попом который стоит реально нигде этого не написано одна жертва была единожды принесена на голгопе на кресте на высоте любовь превозмогающей все о которой Павел говорил что это такое высота и глубина широта и долгота это все на кресте если кто не знает знайте высота до неба как по лестнице глубина разрушила над ширина смиростей всего широко захватывает привлекает и долгота в вечную жизнь приносит все это любовь Божия распятая на кресте просто я говорю я на все смотрю сравнение с Библией поэтому у меня такие вопросы что я говорю я нигде их не считал я не могу не задуматься почему почему когда отдельно дал хлеб отдельно вино дал тело почему вместе дают почему ложечки да еще лжица назовутся прям окормлять окормлять открой словарь посмотри это означает отравлять обкармливать слова то какие как будто кто-то умышлен над нами смеется преломил подал и ели чаша по кругу пошла из одной чаши в руках держались и там жития святых точно так же было первые века поэтому нам сильно то не надо выставлять тайны которые православие нас любой зажмет еще нельзя сказать в ответ я признаю таинство как есть если опресники день опресников был чего ради у нас это монахи придумали чтобы заквастку класть а зачем я долго добивался а затем тело когда поднимается квашнята где есть то оно тело надухает и лопается пыхтит написано а пыхтит это живое поэтому у нас тело живое ты в жизни догадаешься этого пыхтуны на опресниках было опресники пасха на опресниках если бы кто съел его убили бы если квасное было то ничего не хотят слушать у нас так да мало что у нас так я признаю свое но мы должны сказать как крестное знамение два или три не два не три там и там элемент ереси потому что бог и человечество а на кресте страдало только человечество пять ран и пять ты сшедший с неба стоящий меня на левой стороне переведи на правую католики молятся вот это правильно католики правее нас в этом вопросе но я не католик и молюсь как меня с детства научили двумя перстами как староверы молятся и молятся совершают крестное знамение для вас довольны сегодня а то еретиком к вечеру назовут да у вас Игнатих постоянно вот то что вы католиков как бы вот так и вас на вас постоянно стрелы мечут и еретик я православный вот как буду говорить сегодня фаур вылетает в Египет Елена и муж его муж муж Михаил а там уже на Москву а потом уже в Варнаул помолиться о нем путешествующих записать отец Игнатих путешествие да Виталий знаете как интересно вот они боятся вот например тот же Сутармин я вот ну наверняка он то что вот вы вот католик там благословение брали у католического священника понимаете и они молчат но они не понимают что там то 99 и 9 процентов чистого православия ну если не говорить этих спорных моментов и которая пользу приносит почему они об этом то не хотят сказать вот они боятся притихли затихли как бы Лапкина не упомянуть и вот это вот так все делают это удивительная вещь эти вопросы ответите после моей смерти всем моим трудам которых нигде в мире не было никогда вот трехтопник этот никогда полностью с откровением этого не было нигде ни разу за две тысячи лет полную силу заговорит это когда меня не будет уже мешаю всему я потому что они видят я не так не стандартно мыслю но я убого выпрашиваю ну почему никто не насчитал 12 томов златоуста 12 томов жития святых 5 томов добротолюбия архипелаг гулаг там 50 томов это 80-е годы еще еще советская власть крепко стояла я этот распространил по всему миру буквально и в аргентине получили почему никто это не делал и не просто насчитать жития да каждый день первый пятый десятый век из 12 книг 365 дней я выбрал первый век с новой катушки с первой дорожки второй век а которые оставались не заполнены в первом веке это труды святых отцов которые попали туда ты понимаешь у меня история церкви в развернутом виде впервые в мире это было сделано а почему да вас никто не сделал у меня один ответ который вводит их в шок потому что я еще не родился 900 лет 900 лет уже известно блаженный феопилаг его толкование почему ни одного замещания нигде не сделано я сделал от которых трехтомник 319 комментариев усиливающих что он сказал о проповеди о любви к слову божию два момента ну кто считает тот знает почему никто ни разу не занялся каноном Андрея Критского 1100 лет я его разбил на три части потому что этот канон написан с чем даже игумен сахаров не знал я говорю с чем написан 50-й псалом почему пал в грех и мужа убил чужую жену отнял вот это получилось у Андрея Критского он подписал анафему шестому вселенскому собору анафему а потом по темечку его и он теперь написал вот это 204 библейских сюжета и все с покаянием помилуй мя боже я говорю это для оглашенных написанный как глаза у всех открываются почему никто не сделал этого второе теперь это же канон только с другим припевом ну допустим господи насколько ты милостив вот иона проповедовал жители уверовали и я такой же помилуй мя боже помилуй мя Андрея Критского я его возложу на вторую ступень молитвы трех ступенчатая первое покаяние второе благодарение третье слабословие второе господи и я с этими межеведенитянами там был господи прости меня я благодарю тебя что ты столько лет ждал меня этот канон дошел третье когда слава тебе благодарим тебя христе божий наш земной поклон третье слабословие и я с этими межеведенитянами был безраздельно безразмерно милость твоя она коснулась и меня ты бы в один миг истребил этот город но ты пощадил ты как всегда господи бог которому мы удивляемся аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе и на все двести четыре сюжета из библии на три на три ступени и мы так и считаем почему никто за 1300 лет до этого до этого не дошел потому что сонные были там же помилуй меня боже такие вещи я туда не попадаю я этого не делал но как грешник теперь я уже все согрешает и кто говорит не грешит обманывает себя и бога и теперь поднимаемся на остальные две ступени никакие академии никакие там диссертации нет а до чего академии семинарии чтобы оправдать любое беззаконие которое в церкви в первую очередь только для одного больше не дещи вот тут и слово экономия им сгодилось его нету это обман если рукоположен раньше тридцати лет шестой вселенский собор четырнадцатый пятнадцатый правило да будет извержен апостольское правило вот считаем мы об этом ну если то не в три погружения да будет извержен пятьдесятое правило можно сорок девятое прочитать почему оно мне ударило по мне а тебя не тронуло священники которые сегодня девяносто пять процентов примерно должны быть извергнуты откуда такие данные из речи патриарха Алексея второго я говорил там не крестить где нет погружения идите ищите где ему не надо искать надо было запретить как лукавойные сынецки то который священник он сразу за штат там на фоне приезжают эти мощеные их всех крестят мы ничего нового не принесли мы просто сохраняем старое говорят а вот такие книги библии как узнаем восемьдесят пятое правило теперь владейки смотрим что сказал Господь через святых отцов какие книги нам полезно читать там были шесть посланий Игнатия Богоносца их отдельно выделили но в наших милях нигде третья ядра не фигурирует а у католиков она есть а почему нам достался свиток поврежденный все вот это да ухожу там Володя уже потерял меня спаси христос аллилуйя спаси христос с молитву спаси Христос слава Христос аминь спаси христос аминь спаси христос